Если мы хотим серьезной дискуссии о многосторонности и уставе ООН, мы не можем избегать слона в номере. Поэтому, позвольте мне повторить, позиция Сингапура с самого начала была такой, что вторжение России в Украину является серьезным и вопиющим нарушением международного права и принципов устава ООН. Нет оправдания незаконному вторжению России и аннексии территории Украины, которая является суверенной и независимой нацией, и членом-учредителем Организации объединенных наций. Вот так ответил Сингапур России, которая созвала совещание по многосторонности, и должна была выслушать, что говорят уважаемые страны. А говорят все в один голос то, что РФ грубо нарушает устав ООН своим агрессивным вторжением в Украину. Такие слова поддержки для Украины на международной арене являются очень важными, и спасибо Сингапуру за его непоколебимую демократическую позицию. Лавров еще не оклемался после выступления Эквадора, а Сингапур порадовал его не меньше. Хотел бы я посмотреть на его лицо, в момент выступления Сингапура. Не думаю, что на нем было радостное выражение. Нет никакого оправдания агрессивному вторжению России в суверенную и независимую Украину. И я уверен, что международная поддержка Украины будет только усиливаться, а РФ ждут мрачные времена, и еще больше санкций. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.